всем привет поделюсь впечатлениями про автомобиль черри тига 7 pro приятная машинка достаточно мне показалось на высокая довольно много места приятный интерьер ну конечно же такое немножечко ну на самом деле нет он достаточно лаконичный то есть в нем нет такой вот совсем прям косых там плавных черт как часто бывает в восточных тачках вот за это мне нравится но есть конечно но не сильно у глаза бросается но обо всем по порядку давайте собственно сидение типа кожи ну честно говоря я предположу что это не настоящая кожа кто точно знает напишите в комментариях что за материал эко кожа или кожа но я ставлю на эко кожу тоже самое руль вот он такой толстенький довольно приятный что мне нравится в качестве опции это подогрев руля конечно здоровская вещь прям чувствуется быстро нагревается машинка конкретно это довольно таки свежая пробег у нее 8000 905 километров 9000 в общем вот вот такая мультимедиа но это сейчас практически стандарт у всех она здесь расположена вот такая центральная консоль вот это вот место для телефона и я честно говоря ожидал что она будет с беспроводной зарядкой но телефон она мне не заряжала то есть он просто там лежал я чехол попробовал снять возможно не во всех комплектациях есть автоматическая зарядка а возможно как это включить нужно вот я может просто не разобрался что мне нравится в управлении системами автомобиля как мультимедиа так и климатом то что то что тут есть кнопочки аналоговые то есть если посмотреть на хавал джулион на котором тоже недавно ездил там сильно меньше этих функций мне показалось который дублируется физическими кнопками тут больше это удобно например ну вот тут есть управление климатом как тут так и тут и например я тут если начинаю прибавлять скорость вращения вентилятора то мы видим что мы попадаем здесь в менюшку где мы также можем управлять климатом сенсорно вот и температурой и температурой и двух секций то есть двухзонный климат-контроль и интенсивность вращения вентилятора и направлением воздуха тут все это тоже показано можно включить кондиционер обдувы всякие обогревы циркуляцию внутреннюю и все это есть на вот этом вот дисплейчики то есть вот типа это уменьшаем то есть вот я нажимаю кнопочку видим как температурка меняется соответственно увеличивается вот-вот интенсивность вращения вентиляторов кондиционер включить-выключить автоматический режим а вот тут направление воздуха то есть вот они тоже кнопочки обогрев сидений направление куда воздухом дуть циркуляция так далее это конечно удобнее чем выискивать вот это вот все здесь в отличие от хвал джулион то этих кнопок больше это плюс зачет вот эти кнопки которые физические для мультимедиа они рядышком с аварикой то есть мы можем музыку погромче потише сделать включить выключить на главный кран вернуться мультимедийные системы это с телефоном это настройки но это коннект с телефоном ну там разные функции там если телефон сопрячь можно там контакты посмотреть история номер набрать вот и это видимо что-то связано с мультимедиа какой-то вот единственное что вот эти кнопки мне как-то может быть я просто не привык еще я не так много на этом машине ездил они показались немножечко невнятные то есть ты как-то ну наверное просто не привык непривычный форм-фактор то есть как будто бы ты нажала на степень нажатия непонятно как это нажалось вроде нажалось а вроде как-то сыграл немножко пластик тут как будто бы но возможно это вот все связано с тем что я просто не привык воздуховоды такие вот штучки кстати у меня почему-то ощущение что они крутиться должны хотя зачем непонятно то есть по классике вверх-вниз влево вправо вот есть еще из аналоговых кнопок вот здесь рядышком с селектором переключения режимов движения есть вот такая полоса в моей комплектации получается тут две кнопки вот и вот а это все заглушки они не нажимаются это режим то сейчас у меня стоит эко это спорт режим одна кнопочка переключается то есть всегда можно так раз руку перенес селектора включил с таким интересным звуком переключается прикольным по ощущениям в режиме спорт более отзывчивая педаль газа получается у автомобиля 140 148 по-моему лошадиных сил вот если там ну очень близко к этому часу даже если ошибся а кстати это стоит вот 148 лошадиных сил масса автомобиля снаряженная полторы тонны и вот этого ну как по мне достаточно хватает на весьма шустро и кстати говоря передачки переключает коробка передач ну как по мне плавно то есть я дискомфорт не ощутил я потихоньку проехал проехал быстро так топнул вот на разных режимах топнул на спорте топнул на эко ну дискомфорт не ощутил нормально переключает вот такой вот интерьерчик покажу весь салон давайте заглянем в системки хранения подлокотник открывается подлокотник кстати говоря регулируется вот он можно залезть сюда этот секция я предположу что снимается или нет она как на рельсах катается то есть сюда можно заглянуть удобно когда регулируется конечно подлокотник есть кармашки спереди сзади тоже есть кармашки вот они бардачок открывается с такой кнопочки для бумаг места хватает вот лежать все что мне нужно сейчас ну и для каких листов а4 там я не знаю что сейчас в бардачке документы какие-нибудь повозить можно личные вещи есть селектор соответственно переключение передач вот такой рычажком сделанный не не шайбочкой как например в том же хавал джулионе так переключается соответственно на паркинг кнопочку нажимаем переходим ручник кнопочкой вот что по мультимедиа давайте посмотрим ну тут стандартный набор радио музыка фоточки сенсорный экран хорошая чувствительность то есть откликается он нормально дискомфорта не испытываю в чем разница есть например с тем же хавал джулионом я так часто сравним потому что просто совсем недавно прокатился на таком ну покатался на хавал джулионе тоже видео про него заснял там я помню что например когда интенсивность вращения вентиляторов меняешь можно было вот прям так как ползунком то есть можно было и нажимать ну на кнопочку а можно было его так вот таскать это касалось полной температуры и точно значит температуру жить не совсем уверен не помню вот точно было с обдувом тут такая история не работает тут только вот как на кнопочку нажимаешь то есть такой он чуть как будто бы вот это вот вот этот сенсор чуть чуть попроще того сенсора что заметил из минусов в автомобиле то есть во первых ну не знаю это как бы частный случай или это часто бывает у них в общем пробег повторюсь там в девять тысяч до нажимаю на тормоз слышу странный звук сейчас покажу не слышно будет нажал тормоз и вот когда вернее не нажала когда отпускаю сейчас я отпускаю педаль тормоза и такой гул как будто бы гудок в телефоне к звонишь длинный гудок сейчас я нажимаю тормоз отпускаю ну как будто бы как будто бы не знаю вакуумный усилитель тормозов воздух всасывает где-то там что-то у него слышно как это работает что еще интересно ну такого мне показ минусом тут довольно массивная стойка то есть в плане обзора и дворник доходит ну вот так такой как бы след нечищено оставляет и в купе с вот это довольно массивно на мой взгляд стойкой давайте с такого ракурса покажем кажется что довольно таки большой сектор обзора выпадает и приходится как тут вот так вот головой крутить когда например смотришь нет ли там пешехода у тебя как раз эти наглядно вот у меня пешеходный переход и так смотришь а нет ли там не спрятался ли там человек зато зеркала ну вот у китайских машин у современных у них конечно зеркалами площадью все хорошо что они такие хорошо просматриваются и в шире и высоту это мне нравится потом машина в целом не очень грязная ну как бы равномерный слой небольшой грязи на машине есть как бы не сказать что сильно грязно то есть условиях наших солевых таких вот дорог с кашей она наверное еще и довольно чистая для этого времени года так можно сказать однако же когда мы пробуем включить эту камеру заднего вида то сталкиваемся с тем что она настолько грязная что там практически ничего не видно это ну возможно стоит отнести к минусам не знаю может быть так вот она расположена что пачкается но по крайней мере дублирует у нас этот парктроник выручает ну и немножко видно все таки вон там синяя машина стоит в целом примерно понять можно разметка динамическая когда крутишь рулем она естественно показывать тебе траекторию вот руль очень легкий очень легко его вращать то есть ну не знаю плюс это или минус наверное это каждому каждому по-своему нравится мне кажется ну прикольно удобно то есть и так раз легко его очень легко крутится ну и приятный на ощупь я вроде уже говорил такой пухленький приятно на ощупь удобно держаться ну на руле соответственно у нас вынесено самое наверное востребованное управление тут вот круизом управляем тут управляем мультимедиа громкость телефон и обогрев руляющая кнопочка тут ну и соответственно управление бортовиком видимо да да бортовиком слева получается этой панелькой а справа у нас получается а справа мультимедиа ну да классическая раскладка справа мультимедиа на кнопочках на руле слева бортовой компьютер сейчас покажу по месту то есть как по мне места много сейчас покажу сколько сзади сколько в багажнике места а еще пока не перешли к обзору пространства сзади в багажнике но стандартная тема для очков и вот тут вот свет горит как вы включаете на вот диод диодный да насколько могу судить цвет диодный ну наверное это тоже стандарт на большинстве современных автомобилей без подсветки и тут подсветки нет и тут подсветки нет да кстати знаете как девушки иногда делают они оставляют вот так вот зеркало открытая да если кто-то другая девушка сходи использовалась она его на автомате закроет и потом первая девушка заходит сморит а ездила ли тут кто-то кроме нее что-то вспомнил что не знаю пользуется кто-то этим не пользуется но где-то такое слышал вот ну давайте посмотрим чё там с местом место сзаду сзади я сидел вот в этом кресле за мной на я метр восемьдесят пять за мной довольно много места а вот давайте даже и посмотрим как она будет вот я залез сам за собой забрался приветствует меня да кстати отсюда вид прям приятный здорово смотрится коленки не упираются то есть я повторюсь метр восемьдесят пять сам за собой сел у меня даже тут небольшой вот зазор остался вполне комфортно что тут у меня есть как у пассажира давайте посмотрим ну про системки вот эти хранения кармашек говорил он кстати довольно маленький бутылка 05 мне кажется с трудом поместится я могу открывать окно это радует есть кнопка можно положить какие-нибудь документы сюда регулировать направление обдува немножко грязная машина но это так было я такую и взял уже а тут можно зарядить свой телефон или другой гаджет есть юсб-выход и что-то я вижу тут еще есть это обогрев обогрев задних сидений но честно говоря если сюда не наклоняться и не знать что он тут есть и не узнать да это действительно обогрев не узнаешь что он тут их кармашек небольшой не знаю что то тут можно хранить наверняка подлокотничек есть подлокотнички подстаканники вдвоем тут будет достаточно комфортно просторно собственно как и спиреди втроем тесновато но так в большинстве автомобилей втроем сзади не разгуляешься шторки у меня тут нету сейчас посмотрим багажник вот багажник он у нас на электроприводе вот они какие массивные стойки багажника естественно закрывается с кнопочки но к этому еще вернемся вот такой объем ну не сказать что прям гигантский но я думаю что достаточно достаточно вот я бы так назвал место кстати под шторку присутствует вот я вижу что здесь она должна крепиться вот тут должна фиксироваться эта часть которая на роллере есть подсветка это хорошо есть есть кнопочка что за кнопочка макс три килограмма это вероятно складывание сидений нет а это не кнопочка это крючочек для того чтобы сумки вешать не больше трех килограмм можно вешать сумочку так под полом у нас тут запаска должна быть но вместо под запаска есть судя по размеру закатка сюда влезает а я тут почему-то нет значит сиденья собираются складываются из салона вот ну да я думаю что багажник можно смело назвать достаточным для каких-то стандартных задач сумок и его с запасом хватит чтобы позиции закрываем багажник по ездовым характеристикам как я уже сказал машина мне показалось довольно отзывчивый на педаль газа резвый вот этой мощности 148 лошадиных сил на полторы тонны снаряженного веса но оптимально так скажем в балансе вот по плавности хода и шумоизоляция шумоизоляция на мой взгляд ну достаточно то есть нормальная вот так я бы сказал то есть не сказать что это какой-то там премиум да там не мерседес условно но достаточно хорошо по плавности хода тоже нормально лежачий полицейский мне показалось что если вот совсем медленно приезжаешь такая подвеска упругая приятно отрабатывает если чуть чуть побыстрее ну там не то есть ну медленно я имел ввиду это прям практически остановиться еле-еле переползать если так скажем чуть чуть побыстрее кентров там 10 кентров в час например проезжать лежачий полицейский мне показалось жестковато а может быть это связано с тем что тут колеса накачаны сильно и есть смысл там не знаю на 0,2 например поменьше качать может в этом дело может быть в целом машина такая подвеска но вот мне показалось что так ощущаемо так скажем тоже интересно поделитесь впечатлениями как у вас ощущения от подвески автомобиля ну друзья рад был вам показать этот автомобиль я надеюсь что это было полезно для вас делитесь в комментариях своими знаниями мне вот интересно про камеру послушать действительно так часто пачкается так быстро или это вот у меня так получилось потом также вот про педаль тормоза сталкивался ли кто еще с этим звуком интересным вот про зарядку телефона то есть это я не разобрался или это нужна более старшая комплектация или это просто для хранения телефона зарядка тут не предусмотрена смотря на